Приветствую вас в прохождении War Tales. Вот разработчики в своем официальном дискорде запилили такую новость, типа на стриме они ответят на вопросы, которые по вот этой ссылке вы им отправите. Ну чё, я решил им тоже отправить вопрос, чтобы в тонусе их держать. Собственно, мой вопрос переводится как, если бы вы стали каннибалами в средневековье, то кого из вашей студии вы съели бы первым? Не представляю, что они ответят, но я тут еще ни одного плохого человека не оставил неслопанным. Нет, еще плохие люди есть, некоторые неслопанные, вот мы сейчас этим как раз займемся. Я хотел сказать, что ни одного хорошего, ни одного хорошего человека я не оставил неслопанным, господи. Что происходит? Смотрим в канализации. Чё собой представляет логово и чё же сейчас будет? Я его уже зачистил. Логово забило стоки. Жечь факел, вот. Да, использовать. Всё, стоки теперь очищены, следовательно, что получается? Всё, тут больше интерактива нету, ни с чем взаимодействовать. Надеюсь, у меня сейчас скидку дадут за это. Говорят, тут... Так, нет, это ей нужно другое. Чё, никаких скидок? Еще у них какая-то зараза на виноградники распространилась. Странно, воня на рынке поубавилась. Ну, хоть один человек, и то никакой благодарности. Может, городская ратуша? Вонь была из-за логова крыс? Отвратительно. Спасибо, что избавили от этой мерзости. Спасибо, в карман не положишь. Так, влияние 30. Но у меня его и так много. Никак не могу понять, куда девается казна города. Несколько раз в месяц всё перепроверяю. Совершенно точно мы где-то теряем. Кто-то нас грабит. Предупредить. Рассказать казначейке, что госпожа мэр присваивает себе казну. О! Что? Госпожа мэр мошенница? Возмутительно. Стражи узнают об этом. А! Ха-ха! Вот это у них! Блин, у нас бы так работали. Всё, нету её. Проблема с канализацией так подпортила репутацию госпожи Бит, что горожане не переизбрали бы её. Так что, похоже, приворовывала она себе в ожидании последствий. Блин, я не могу удержаться и не украсть вот эту карту. Показывает важное для госпожи мэра Мархема место. Так, давайте посмотрим. Что там на карте-то у неё? Ох ты, ещё одна головоломка. Документы господина мэра. Фух, это значит на карте... Подожди, так это другое логово крыс? Подожди, неужели... Неужели она специально как-то крыс провела в город? Нет. Это похоже на логово крыс, серьёзно. На берегу где-то океана какого-то. Надо поискать. Вот оно. Походу, это вот это? Я не знаю, потому что больше других таких мест, похожих, нету. И вообще, почему мне обыск? Из-за неё. Я тут, блин, им помогаю. Коррупцию изоблачил. А меня посадить хотят. Жизненно, да? Так, мне было сказано, что вот эта железная гизарма, она эффективнее копья. Намного, типа, если её скрафтить. Вообще, может быть, знаете, в чём плюс? В том, что не придётся у торговцев скупать товар, чтобы у них он обновился. И чё-то ждать. И как бы сразу таким образом мы можем скрафтить там какое-то крутое оружие. Её особенно, типа, круто кидать, как я понял. Ну, я, собственно, читаю у неё пронзающий удар, тоже крутая штука. Урон удвоен, если навык применяется с расстояния. Ну, не знаю. Просто мне придётся, конечно, ресы купить вот металл. Либо выформить, в принципе, в пещере. Просто у торговца фиг знает, когда я теперь смогу это всё выкупить. Ладно, обратно я куплю часть этого металла. И, наверное, изучу эту гизарму. Ну, или хотя бы сейчас протестирую вообще. Железная гизарма. Склавшему этот клинок к кузнецу явно кто-то перешёл дорогу. Предмет превосходного качества. Ну, давайте, давайте. Ну, считаем, мы усилили нашего копейщика. И гизарма на какого уровня? А почему-то не подписан уровень. Ну, ладно. Протестим. Факел сразу сделаю один, потому что ещё может мне пригодиться. Ну, и отмычки у меня там что-то я тоже их потратил. Так, ну вот смотрите. Вот рассадник крыс. Ну, это он. Это он, по-моему, да. Вот, вот под этой заснято. Немножко вот так вот. Это он, вне всякого сомнения. Я даже там вижу какую-то фигню, какая-то труба. Но это нет, это текстура, наверное. Так, ваши ноги погружаются в отвратительную жижу. Почва содрогается. Давайте посмотрим. Это мой первый, который я буду зачищать полноценно. Потому что до этого я, ну, пробовал одним глазком, но там не получилось. Так, как я слышал, главное убить основную крысу. Ещё говорили, что чумные наросты можно не трогать. Типа там что-то больше повыпадает с них. Ух ты, а чё это их так много тут? Это мечу надо бежать, что ли, туда постоянно? Смерть королевы выводка заканчивает битву. Постарайтесь уничтожить, как можно больше чумных наростов, чтобы добыть алхимические реаги... А-а-а. Всё, понял. То есть я могу её убить и закончить битву, либо... А не крыс, по-моему, постоянно тут будут появляться. Либо вот эти все наросты зафармить. И тогда мне ещё какие-то бонусы дадутся. Ну, давайте с бонусов начнём, наверное. А-а-а, блин, мы не начнём. Знаете почему? Потому что Саптелла не даст. Она начнёт атаковать их, я же ей не управляю. Так что надо по ней квесты завершить, либо что-то другое делать. Тут проблема со стражей, что её нельзя застать нормально врасплох. То есть они постоянно... Вот-вот, они постоянно меня сами палят. Ну, попробую я, конечно. Вы разыскиваетесь за преступление. Ну, попробую сейчас с ними справиться. Пятого уровня. И много их там, скорее всего, не получится. Но надо завершать как-то этот квест с ней. Потому что очень неудобно, потому что я её управлять не могу. Так. А, движение удваивается. Но это ещё не самый сильный бонус им попал. Я просто без бонуса. Слушай, а чё такие они зверские? Жесть. 77 жизнь, 64 брони. Это вообще жесть какая-то. Вообще капец. Их ещё и больше. Ну, я почти одного убил с первого же хода. Но это ничего не означает. У них всё-таки... Он не самый сильный был. Они тоже ого-ого как мне сносят. Септелла сейчас покажет класс. Её бы ещё не убили. Так, вот здесь. Ну-ка сразу по двоим, как я. Слабенько, если честно. Не знаю. Я пока в смятении. Я что-то не думаю, что я с ними справлюсь. Ну чё, протестим. Это металка как работает. Ну, обычно вроде. Мне кажется, может быть, радиус несколько у неё улучшился. Пока ничего такого особенного я не вижу. Так, вот это ему надо отступать. Дмитру. Иначе ему сейчас кердык наступит. Одного убил. Теперь надо бы отступить, конечно. Потому что это капец. Недостаточно. Так, я всё-таки восполнил себе. Потому что я нападал даже без очков доблести. Вот. Полностью отдохнул. И перенапал там на другой отряд. Вот потому что это нереально просто. И то я не уверен, что я на самом деле с ними справлюсь. Этот автолевелинг, эта штука, конечно, дичайшая. Тут немножко с картой повезло. Потому что вот эти три человека стоят поодали. И они позже вступят в бой. Что даёт мне всё-таки некоторые преимущества. То есть я постараюсь урона побольше внести пораньше. Так, на этот раз минус один сделал. Мелочи приятные. Эти щитовики, конечно, вообще непонятно их трогать стоит или нет. Они урона, может быть, поменьше наносят. Но у них очень много брони. Сложно. Но на самом деле тяжко, прям реально тяжкая битва. Очень тяжкая. Я даже не знаю, что делать. Пробую, конечно. Не, всё, убили одного, короче, переигрывать надо. И щитовиков, наверное, я постараюсь на этот раз не трогать, игнорировать. Убивать только... Убивать только... Ну, короче, других не щитовиков. Щитовиков напоследок. Сказал я и побежал атаковать щитовиков. Ну, просто они тут стоят очень удобно. Сразу с этими, с кем надо. Красиво. Ну-ка, пробежка. Неплохо. Что ж, это прохождение породило множество параллельных реальностей, где всех, или почти всех, многих убили из отряда. В общем, у меня ещё такая мысль, что нужно фокусить молотоборцев вражеских. Причём делать это хитро. То есть, чтобы с ними мои дрались один на один. Почему? Потому что тогда молотоборец, когда будет бить, если подбегут ещё вражины, то молотоборец будет задевать вражин. Потому что подпускать молотоборцев к своим другим персонажам вообще недопустимо. Потому что это, получается, самый дамажащий класс. Даже с секирой, ну, я не знаю, может быть, с секирой и в каких-то обстоятельствах что-то. Но с секирой он в лучшем случае бьёт по области. А молотоборец бьёт вообще вокруг себя. То есть, в определённых обстоятельствах это капец как. Вот, с другой стороны, конечно, им тоже надо быть осторожным, потому что они могут своих задеть. Но, в общем, молотоборец это пипец. Вот, я буду попробовать их фокусить. Я не знаю, что из этого выйдет, конечно, но надо попробовать. Вот сейчас вот вражина встал как надо. Вот мне интересно, что сделает молотоборец. Понятно, что он вокруг себя ударит. Вот он скоро уже походит, так что я пока не буду своих никого подводить туда. Разве что сзади где-то подвести. Или вообще вот на этого молотоборца напасть. Но это я слишком как бы распределю всех. Давайте попробуем, ладно, вот так. Всё-таки щитовиков не хотел фокусить, но тут, блин, просто делать нечего. О, молотоборец, ну-ка. Да, я был прав, видите, он по-своему нанёс урон и своему дал ещё статус кровотечения. Мне, знаете, кажется, что здесь, может быть, всё-таки, потому что четвёртый уровень, может быть, всё-таки стоило достигнуть пятого. Я, конечно, понимаю, что авто-левелинг, всё равно враги станут сильнее, если я достигну. Но, возможно, всё не так как бы просто. И там ещё какая-то система есть, я не знаю. Так. Так, ну-ка ещё раз метание. Вот уже, вот уже вражеский молотоборец скоро будет ходить. Ладно, я попробую, знаете, что сделать? Наверное, связать... Ой, а тут капкан, зараза. Неудобно, конечно, вообще, кирдик. Если он сюда встанет, он сразу двоих моих покосает. От этого нельзя допускать. Ладно, придётся кинжальщику связать молотоборца. Ну, неплохо, неплохой выстрел. Так, вот молотоборец. Но, по крайней мере, он по моим не попал. Потому что, если бы он сюда встал, это был бы пипец. Причём забавно, что этот молотоборец, который ходил последним, в следующем раунде ходит первым. Вообще жесть. Вот здесь вот вражины очень круто встали. Ну-ка, я могу сразу пробежаться, чтобы всех... Зараза. Нет, мне бы чуть-чуть совсем... Чуть-чуть совсем не хватает. Может, чуть-чуть вот сюда? Нет, зараза. Только троих могу покоцать. Ну, тоже неплохо. Тем более, что я могу потом вот так вот встать. Да ладно, да ты угораешь. Ну, ладно, вот этих вот. Пройдётся. Неплохо. Причём это я только прорядил, их тоже 9 стало, как и моих бойцов. Так, ну одного копейщика моя молотоборка добьёт. Ещё бы хорошо, чтобы она сразу по двоим бы зарядила. Неплохо. Правда, у неё кровотечение, надо потом с этим будет что-то сделать, но это потом. И сейчас главное урон. Так. А ещё я не могу... О! Отлично, ещё. Так, я не знаю, теперь что, отступить что ли ей? А то сейчас ещё её захерачат, или пусть здесь стоит. А, у неё ХП есть, пусть стоит. Так. Ну, куда не шло. О, один умер, у него кровотечение 34. Вот это да. Это крутое кровотечение. Да, лучника надо, наверное, связать. Боям, а то он... Тоже они тут... Херачат, что у них ого-го лучники. К моим в сравнении не идёт. Мои там чуть... Чуть-чуть совсем урона наносит. Очень редко как-то критуют. У них даже лучники такие, что их хер убьёшь, блин. Мне надо как-то молотоборца остановить, потому что я боюсь, что он сейчас подбежит, если ко мне, то это всё. Это просто всё, купец будет. Надо его куда-то... Вот сюда, наверное, лукаря... Лукаря вывести. И его немножко подстрелить, или я не знаю. Потому что это капец. Я бы ещё, конечно, вот это вот в идеале поставил на передвижение, чтобы по нему ещё раз зарядить. Потому что он как раз сейчас будет двигаться. Жирно, конечно, на него это... А, блин, оно может не сработать, потому что, ну ладно, придётся так. Да. О! Может быть, он сможет этого добить молотоборца, если ещё раз? Не, не, не буду расходовать тогда. Ух ты, блин. Да, хорошо. Лучник хотя бы на себя переагрил этого мудака. О, здесь сразу могу сейчас двоих. Могу и буду. Отлично. Щитовик, конечно, мне не упёрся. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Я это на себя наложил, зараза. Хотя бы так. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Я ещё ни хрена себя лечить не могу теперь. И тоже я под ядом. Так, тут опять этот молотоборец, чёртов. Тихо-тихо, блин, яд, а, собака. Так, вот поскольку он не в бою, она его ударит, по идее, два раза, но после этого я отступлю, иначе он по ней тоже попадёт. А, я не могу отступить. Вот это да. Знаешь, он и по ней тоже попадёт. И по лукариуму. Вот это да. Ну ладно, хоть так его захерачим. Я сейчас из боя не могу выйти с ним. Всё, он меня связал. Всё, капец, он сейчас... Да. Падла. Но есть шанс её отхилить небольшой. А, вот как я поступлю. Надо вот этого вот убить. Вот. У меня получилось одно очко, и, может быть... Но это не точно, что-нибудь теперь из этого выгорит. Не, не пруха, ещё одного здесь вырубил у меня. То есть мне уже надо двоих лечить. Ооо, так, и ход на него дался. Мне нужно как-то, зараза, отхилять. А я не могу этого сделать. Мне придётся из боя здесь выйти. Ну ладно, урон получу. И хер с ним. Иначе вот этот вот у меня сейчас загнётся. Хоть этого убить. Ну хватит, ну почему так мало-то? Он не в бою был, ещё раз бей. Вот не ударило. Так, мне нужно одно очко. Вот я добью этого молотоборца. Падло. Эти тут, я надеюсь, сами справятся без меня, потому что мне надо... А, нет. Мне кажется, одно очко вот так. Ох. Мне надо как-то вот этого исцелить, иначе он сейчас вдохнет. А как его исцелить и кем? Ну, я не знаю. Попробую добежать вот этим. Ещё один при смерти, но хотя бы яда на ней нету, так что, может быть, и нормас всё будет. Ещё и то, что... Если убьют. Короче, я сейчас, наверное, проиграю. Это жесть. Так, тут я долбан. И надо обойти как-то. Чтобы мне вот эту вот отрегенить. Ах ты, собака! У тебя нету регена! Нахер я тобой походил тогда! А-а-а! А-а-а! Спасите! Жесть! Так, ладно, подожди. Должен быть у кого-то... Да, вот у него есть реген. Когда там этот... Так... Ладно. Отлично. Так, этого регеня, чтобы он не сдох. Отлично. И у меня плюс удар есть. Конечно, жалко его тратить на эту падлу, но... Кто там следующим ходит? А, может быть, я тогда проберегу, да. Да, может быть, тогда проберечь. Чё, пробежать? Не, вот этого ударить. Реально, да. А то он ещё эту сейчас захавает. Это вообще-то будет кипец. А лучник этого добьёт, мудака. Отлично. Яд, конечно, схватил, но этим можно пожар... Ёб твою мать! Ну, всё, я перейду... Короче, всё, пипец. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. Вжух. В общем, я в правильном направлении мыслил, что нужно блочить молотоборцев, потому что это капец. Вот. Намного эффективнее стало, но всё равно очень-очень тяжко. Так, у меня сейчас получилось этого молотоборца зафокусить с двух сторон, и немножко по-другому всё сейчас пойдёт, может быть. Вот этого бы копецчика бы хорошо убить, тоже у него ход отняв таким образом. Кстати, возможно, и получится. Да, вот теперь... Да блин, один хп, ты издеваешься? Ладно, зато мы вот так. Вот сейчас пронзим. И вот в того молотоборца в дальнего. Неплохо. Главное, чтобы этот молотоборец ещё... Вот так. Короче, всё это реально самая трудная битва наверное, за всю игру, что у меня была. И битва, причём такая, что её, ну, необходимо... Без неё никак её необходимо сделать, но как её сделать... Это, конечно, да. Так. Мне бы, короче, связать боем... вот этих вот придурков бы. Либо я могу вот через этих пробежать. Тоже вариант, конечно. А вот по этим двоим прокаст раздать. И как раз этот потом, если молотоборец сразу атакует, тоже как вариант... отлично. Ты же не сдохнул-то, падла. Хотя бы так. Так. Ну, мне, наверное, нужно вот этого молотоборца сносить, потому что у этого проблемы. Ещё не хватало, чтобы его сейчас... Тут грохнули. Ой, там капкан, блин. Не хочу я в капкан вставать. Но, походу, я встану, если я здесь зайду. Но выбора нету. Его надо сносить нахер. Так, кинжальщик, давай. Есть. Так, вот этот в бою, конечно, могу со спины. Либо вот этой помочь, да? Я не знаю, слушайте, если честно. Кому лучше помочь? Ладно, пусть кинжальщик здесь будет. Нормас. Можно ещё одно... Не, ладно, очко, наверное, не знаю. Да можно, можно. Пусть она его ударит как следует. Вот так. А, блин, кинжальщика довели до иступления. Сейчас его надо хилять срочно, капец. Зараза. А, вот она может хильнуть его. Быстрей, 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 быстрей. Всё, хильнули, отлично. Отлично. Теперь вот эту падлу. Всё, сейчас добьёт. Вот так тебе. Отлично. Надо вот этого вот помочь, вот этой херачить. Ты ещё по ней проиграть не хватало. Септелла, блин. О, сейчас молотоборец, момент истины. Не-не-не, сука, куда? Куда, сука? Ну ладно, это ещё куда не шло. Короче, он допетрил, что я... Что я хочу, видимо, его это, забатить, чтобы он своих покарал. Вот. И он решил, да, решил действовать иначе. А какой, какой, какой шанс, что вот стрела, интересно, двоих пробьёт? Какой шанс, вот если так вот стрелять? Ну попал, но не в того, как бы, ну ладно. О, могу здесь классный пробег сделать. Ой, стрёмно мне, конечно, с этим тут стоять. С молотоборцем-то. Немножко в разнобой встану, а то сейчас ещё двоих сразу вырубит. Хотя... Отлично! Вот это офигенски. Вот это вот поворот событий лучший. Из возможных. Сдохнем, падла. Всё, воодушевление. Почти я всех перебил. Гадов. Так, я надеюсь, эти тут не загнутся. А, можно вот сюда ещё, на счетовика. Тоже он охренел. Всё. Сейчас один останется, упадал. Отлично. Бегут соперники. Нихера я их не отпущу уже. Уже надо было бежать, блин, раньше, когда... Никогда я на вас столько ресов затратил. Ещё его надо умудриться добить, а то, знаете, всякое бывает. Лучше бы это сделать. А, у меня эти очки закончились, зараза. Ну ладно. Тогда уступлю тут место. Ну всё. Time to die. Бич. Это капец. Чёрту, истязатель, истязатель. И никого в уровне не повысили. Копьё. Кстати, копьё лучше, чем... Которое у меня по силе, но... Там жрачка, ладно, надо в город скорее бежать, это капец. Опа, чё-то с ней какой-то этот... Тихо, ёпта, в город быстрый. О, так, еле-еле дошёл до города. Дисбаланс, наверное, барона снижается до нуля, а копейщику, конечно, полезно. Знаете, я попробую всё-таки взять вот это новое копьё, которое мне выпало. Почему? Потому что это контрить как раз с четырёвиков, или даже, в принципе, каких-то молотоборцев. То есть их броню нивелировать. Хотя... Ладно, пока пусть так. Больше всего меня бежит, когда жрачку приходится выкидывать. Так, значит, сколько мне там надо разбить? Ещё два отряда, по-моему, да? Ну, у меня всё равно есть кинжальчик, поэтому мастерство ядов я всё равно изучу. Пусть этот бонус у меня будет, потому что каждая мелочёвка мне нужна. Так, но мне придётся тут отдохнуть много раз, чтобы восстановить вот эти вот значки, как их там. Очки, очки, Слава. Я даже отдохну ещё раз, чтобы одиннадцать из одиннадцати было, потому что тут вообще битвы нереально сложные. Короче, не знаю, мне кажется, этих отрядов меньше не стало, то есть они рисуются здесь, наверное, как караваны, если их грабить. Уровень пятый, нихрена не. Он всё равно в уровень пятый, но тут хотя бы он не красненьким горит, а значит, может быть, это есть надежда на лучшее. Потому что вместо Птелла надо её испихнуть уже давно. Так. Ну, опять бонус к движению. Ну, а ну, посмотрим сейчас. Опять их одиннадцать. Неплохо. Ой, не люблю я вот таких этих молотоборцев, ну ладно. Сейчас я, может быть, как-то по-хитренькому сделаю. Вот. Бить бы его сразу, минусануть, падлу. О, получится, кажется. Отлично. Ай-яй-яй, вот этот вот хитрожопый молотоборец оказался. Сразу он у двоих кровотечения наложил жёсть. Наверное, не получится тут. Как в Экскоме добивание. Так, вот здесь тоже молотоборцу с лучником вяжу. Всё, чё мог. Ну-ка. Неплохо, но этого, конечно, недостаточно. Мне придётся смещаться вот сюда вот, чтобы отрегенить вот этого потом. Кинжальщика, потому что на него наложили кровотечение сильное. Ох ты, ну-ка, бросок, супер-бросок века. Сразу через четверых. Вот это да. Это круто. Так, там у них молотоборец тоже должен походить. Давай-ка я его сейчас снесу нафиг. Падлу. Отлично. Точнее, её. Так, отхиливаем теперь. Так, этого отхилял. Теперь надо вот с этой тоже снять кровотворение, кровотечение. Ой-ой-ой. Так, а мы не можем, да? Зараза. Чуть-чуть не хватает. Тут типа скалы. Тут нельзя, ну ладно. Ну-ка, бросок. Кобра. Отлично. Ай-яй-яй, сука, добил. Добил мою последнюю. Мне её хилять точно надо. Нет-нет-нет, только не... Я не готов ей уходить. Так, нет, всё, потерял одну переигрывать. Нет, знаете чё? Эти битвы адовые. Просто адовые. Давайте одну из трёх я пока выполнил. С мучениями достаточно. Давайте я вот здесь чё-нибудь... Надо подкачаться до пятого уровня. Пусть этот автолевелинг будет, но мне кажется, мне всё равно будет проще на пятом выполнить это, чем сейчас. Вот реально, автолевелинг не автолевелинг, а вот эти вот бандиты по контракту, по лёгкому. Их 9 человек, и они уровнем меньше, чем стражники и всё такое. Хотя тоже у них есть, конечно, мощные. Но у стражников все такие мощные. А у этих только некоторые. Так что надо качаться. Может быть, плюс даже до пятого уровня, не знаю, достаточно или нет. Возможно, там... Да, ты не сможешь шестой уровень получить, но ты сможешь... Знаете, как, типа... Вот тут промежуточные иногда тебе статы дают. Вот, возможно, даже... То есть на пятом уровне там ты сможешь, типа, пятой с половиной получить. Типа этого чё-то. Вот и нет молотоборца. Неплохо. Разбойник, я его могу сдать за баблишко. Сейчас я вот уже захвачу. Прикольно, короче. Этот убил своего молотоборца по площади. Лучник выстрелял и поджёг. Думаю, да, пошёл он. Всё. Покрашил. Так, нормально. Маг получает черту истязатель. Мазня. Одного взгляда на этот кошмарный портрет достаточно, чтобы проследиться. Топор лесоруба. Низко левелованный. Походу, с этого мест, где лоховские банды, даже лут выпадает лоховской, уже он не привязан к уровню. Как тут говорят, типа, у боссов, там, некоторых боссов позже стоит фармить, типа, чтобы с них лучше лут выпал. Ну, вот с этим, получается, это не так работает. Тут у них какой-то лагерь, но тут ничего обыскать нельзя. Как так? Ну, ладно. Ну-ка, сколько до следующего уровня? Слушайте, судя по всему, ещё дофига до следующего уровня качаться мне. Я вот думаю, может, с этой инквизиции или кто тут за чумными охотится разобраться, помните? Нас прислали из Алазара, чтобы мы избавили северное лесо чумных крыс. Мы также ищем заражённого. Судя по всему, его изгнали из штормака. Но вон там... Это он среди вас, среди взносчика чумы. Выдайте его нам. Нет, нифига. Отказаться. Нас наняло королевство Алазар. Если вы будете продолжать в том же духе, у нас есть право убить вас на месте. Не глупите. Выдайте заражённого. Отказаться. Да, не меньше меня. Легионер, сапёр, сапёр. Но я их замочу. Я его вылечил от чумы. Вот. Он был чумной, но я его вылечил. У них тут вообще молотоборцев нету. Так что почти халява, можно сказать. Так, разбил этих фанатиков. Кольцо очистителя. Аксессуар пояса. Золотое кольцо с квадратным рубином. Отличительный знак очистителей. Сборник поэзии. Чьё сердце останется равнодушным после прочтения этой книженции. Фальшион фиговый. Броня фиговая. И лекарство от чумы. Зафигаем забирать чумных, если у них есть лекарство. Они бы спросили тогда, вылечил я его или нет бы. Так, я сдам пленника, но в эту тюрьму, которая в Тилтрине. Не буду же я бегать туда-сюда обратно. Так, норма, сдал единственного пленника. Опаньки, а это чё, баг какой-то? Это чё, она или кто это? Неплохо, неплохо. Превосходное начало. Ещё парочка лейтенанту придётся явиться за мной лично. Нифига себе, она дерзкая. Меня перестали разыскивать. Кстати, у меня будет преимущество, наверное, при нападении. Так, получаю награду за работу. Доставьте это сообщение информатору вместо встречи мархи. Ну, это далеко, но почему бы нет. Тем более, что можно за денежку договориться, чтобы мы прям максимум заплатили за это. Тут я смотрю разнообразные контракты, и, видимо, не все из них вообще могут закончиться. О, Матиас Лунд. Это босс как раз, мне вроде бы откажется. Так, ну, давайте, кстати, может реально Лун до этого возьмём квест. Я его ещё не тестировал. Ух ты. Жёстко за него могут заплатить. Я его сейчас не буду заниматься, это на будущее взял. Так, в первые локи меня просили рядом с конюшней на труп нажать. Я на него уже нажимал много раз. Как бы никакой там инфы не было. Труп ужасно изувечен, лишь зверь с такой жадностью рвут плоть. И всё. А, вы, наверное, имеете в виду, вот по следу к кровяному идти. Ух. Женя Лазарёв, спасибо за наводку. Да, неплохо они квест сделали. Только я сейчас огребу, походу, там. Не знаю, кто там будет. Да, вон какая-то жёсткая стая. Блин, 17 волков пятого уровня, и они красным подсвечены. Вот что означает подсветка? Просто, чтобы напугать, или реально, что, типа, вам лучше сейчас с ними не связываться? Ну, 48 хп у них. Не, я думаю, справлюсь, заодно опыт мне нужен. Ладно, давайте попробуем. Да, ну, вроде я нормально ему сношу. Надо добивать, конечно. Чё с ними цацкас это? Цацки. А, вот у них эта матка. 120, сихо. О, сейчас сразу двоих. Не, вроде, вроде справляюсь. Пока что. Да, ладно, блин. Да, видите, я молот сменил, тоже мне в комментах подсказали. И он у меня не стакается с кровотечением. Но, блин, тот молот уже устарел. Морально. Поэтому мне, конечно, бы другой молот, но... Но пока... Имеем, что имеем. Супер. Пробег. Так, надо копейщика срочно сюда переводить. Это у меня там сейчас все в одном месте. В одной точке, блин. Так. Ух ты, я могу одного оглушить. Пятого уровня будет волчара. Чё, оглушим? На всякий случай. Просто проверим. Я его потом выкину, если чё, или уволю. Пусть один побудет, правильно? О, могу метнуть, кстати. Не, сюда не получится. А вот туда пока не буду, ладно. Отлично. Так, я бы вообще отсюда бы отступить хотел, потому что мне надо тут отрегенить. Но я всё равно до неё не успею, поэтому ладно уж. Так уж и быть, стану здесь. Так вот, она сейчас от кровотечения пострадает, зараза. Так, ну сколько? Пять волков осталось. Но кровотечение очень, очень жёсткое. Ну-ка, помадки, помадки. Да дай, да дай пом... Чё ж, зараза? Блин, придётся копеечка подставить тут под удар. Зараза, почему ты сразу троих не можешь проткнуть? Ты чё, угораешь, что ли? Вот же, во. Неплохо. Вот так тебя. Так, теперь бы мне убежать отсюда, а то не охота от матки получать. Так, ну-ка, одну я отхилял. Вот эту, а то у неё прям вообще она загнётся вот-вот. Отлично. Так, прозвище свежевательница волков. Очко на бок. Убитые волки за тенбой 10. Офигеть. Свежевательница волков. Так, а чё ты можешь-то, свежевательница? Ты бить можешь ещё? Нет. Бить не может. И у неё тоже кровотечение. Свежевательницу надо отводить. Вот, всё, она теперь тоже в этом... В депрессии. Ой, а могу че из одного атаковать? Нет, че из одного не получится, к сожалению. Ой, херово. Она... Ух ты, ёперный театр. Да, тут надо новую кровь скорее, а то сейчас они этого захерачат вообще. Она хоть сюда прибежала, на себя отвлекла, а то этого, я боюсь, вообще разорвут нахрен. Так, вот эту я лоу-хпшную тоже вот сюда. А вот этот... А, вот этот всё не может ходить. Зараза. Сейчас они друг другу нужны, как... Сука, он... Там долбанный этот. Ты посмотри, не может чуток доходить. Ладно, друг друга подхиляют. Всё, они его вырубили, но хотя бы у него кровотечения нет. Иначе бы мне точно было капец. Ой, это бежит, блин, неуправляемая. О, тут лучник, в принципе, неплохо относительно в тему. Сейчас вот как раз он эту соберёт. И они друг друга подхиляют. Отлично, вот теперь беги отсюда. Ой, тут матка эта. Надо мне этого отводить, копейчика. Надеюсь, она вот на эту переключится. Сука! Пардон, я не ожидал. Он переигрывать придётся. А, блин, точно да, я тупанул. Ошибся, сори, тупанул. Надо было... А я бы его никак не отхилял всё равно. Я бы его никак не отхилял. У меня тут нету хилера, так что переигрывать по-любому. Ну, топорщику, да, желательно вот начинать бой первым. Почему? Потому что он тогда бонусный удар получает. А, кроме... Все топорщики, кроме вот этого. Я стараюсь убивать того, кто ходит первым. Таким образом себе немножко выигрывать возможностей. Другим топорщиком тоже походил. Тоже, чтобы добить, отлично. И после этого я отступаю. На всякий случай, есть шанс, что... Не, ну тут, конечно, добежит. Но иногда есть шанс, что не добежит. И тогда у тебя дополнительный ход. И ты можешь подойти атаковать первым. И, соответственно, сорвать бонус. Куш. Надо там проход, кстати, заблочить, чтобы остальные волки не подошли точно. Сейчас проход попробую кем-нибудь заблочить. Во, вот здесь, короче, два прохода я заблочу. И буду с ними сражаться один на один. Чисто по-мужски. Ой, блин, придется вот этим. А он не предназначен для такого боя. Ну ладно, не предназначен и ладно, правильно? Я говорю, перекачку жду. Я уже пробовал столько всяких этих. Но в интернете ничего нету, к сожалению. Как это не парадоксально. Но разработчики обещали. Обещали сделать вот возможность менять прокачку главного героя. Может, там, я не знаю, какие-нибудь зелья нужно будет купить или что-нибудь такое дорогое. Но пускай я согласен. Лишь бы такую возможность дали. Блин, я ненавижу по всяким этим попадать. Здесь, наверное, да. Здесь, наверное, вот этим вот придется. Как-то вот так вот. Так. И вот сюда вот встану. Копейщик сейчас для того, чтобы сопортить, станет рядом. Сейчас захерачит вот этих. Падал. И... Вот так, от кровотечения, надеюсь, этот сдохнет. Так, ну что, про... А, нет, все-таки здесь двое могут стоять. Но это даже хорошо. Как раз у него способности. Он сможет их обоих коцать. Причем они так хитро. Они обходят сзади для максимального... Для пущего эффекта. Ну-ка, а если... Вот так. Недостаточно. Ну ладно. Но зато оглушить могу, опять же. Опять же оглушить. Ладно, одного возьму себе, правильно? Протестим, как он будет. Опа. Ну что, смотрим. Все, не могут пройти, не могут. Реально, я заблочил им путь. В узких проходах встал и все. Неплохо. Вот так. Вот, достижение, да. Свежевательница волков. Все равно плохо. Кстати, интересно. Ну-ка, что она дает? А. Прозвище, лейтенант. Свежевательница волков. Это просто прозвище, понятно. Ничего не дает в бою. А, дает очко навыков. Я просто думал, бонус какой-то. Но нет, это просто прозвище. Но все равно прикольно очень. Буду здесь же и стоять. Пусть сами подходят ко мне. Так, ну, что, их ряды стремительно тают. Супер. Так, вот этот теперь, тут два их может захерачить. Отлично. Супер. А, я могу еще одного волка оглушить. И потом просто выберу, кого из них отпустить на мясо. Кого из них отпустить на волю. Ну-ка, здесь три волка встали в ряд. Но, скорее всего, я всех троих не смогу. Да. Максимум двоих. Двоих, к сожалению. Ну, тоже неплохой лов. Вот так. Сейчас на матку наложится яд. Как раз она там встала. Ох ты, нифига себе, он ей наносит. Ущерб. И на этого тоже. Альфа-самец. Еще одного волка могу просто оглушить. Этой я могу похилять кровотечение. А то стремно с ней связываться. И дальше побегу. Ну-ка. Ну, не очень эффективно, конечно, я это самое. Но ничего страшного. Во-первых, я тут могу в матку выстрелить. Неплохо. А во-вторых, поставить их вот так вот на счетчик. Как они задвигаются. А, и еще там же так оно работает, что я могу. Вот так вот. А, ну если бы я их сдвинул, короче, лучник бы тоже выстрелил. Оно так работает. Так. Матка. О, матка задвигалась и получила от лучника. Ух ты, блин, какая. Так, ну-ка сразу здесь два их. Вау. Нихр... Нет, нет, нет. А вдруг ее можно было захватить? Нет, скорее всего, нельзя. Это же матка. Да, я даже этого не могу захватить. Ну и хрен с ним. Еще рисковать буду, как-нибудь фигня случится. Все. О, даже повышение уровня. Одна большая семья, 18 из 20. Так. Отлично. Гон начался. Так. Ну и что мы тут можем прокачать? А, пока ничего. Кроме силы. А волки? Что? Криты, телосложения. Хищник, мясо нужно. Ну, у меня мясо и так, скажем, прямо пища. А еще есть какие-нибудь черты? Особых черт нет. Но они раненые. Вот, сейчас я их отрегеню у этого самого и мы посмотрим. Причем, чтобы троих волков держать нужно три мяса. Это, конечно, слишком я столько не буду расхолаживать их. Я выберу одного, может быть, с максимальными параметрами. А может быть и нет. Ага. Просто, как я понимаю, за счет волков увеличивается автолевелинг и у врагов. То есть, мне будет сложнее. Это нифига не проще, что у меня три волка. У враги тоже стали. Но, вопрос в том, насколько. Может быть, там все-таки не один к одному и все-таки чуть-чуть, чуть-чуть у меня будет преимущество. Как раз у меня тут квесты сумасшедшие с этими. Давайте посмотрим. Сила 13. Вот эти у них параметры. Да ладно, они различаются. Нет, смотри, сила у всех 13, разная воля и разный критический шанс. Ну, наверное, если волков когда-то и использовать, то... Ну, вот крит, тут прям они просят, просят его. Ну, давай. Давай, крит, давай. О, два раза. Ну, сила, конечно. То есть, буду качать то, что мне предлагают. Движение. Да нет, тут бесполезно. Оно бесполезно. Часто бесполезно. Ладно, крит. 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 Сила. Так, и еще один. Телосложение. Такой танк, волк-танк. Еще телосложение, нифига себе. Ну, и тут, наверное, уже силу. Ой, и еще раз силу. Неплохо закачался. Ладно, сейчас я, конечно, чтобы такую араву не прокармливать, просто так. Убьют волков, ничего страшного. Я попробую напесть. Напесть на каких-нибудь стражников. Как раз они этого не ожидают. Может, я даже получу бонус. Опа! Аааа, стоять! Крутиться такая. Эй, что у вас там? Сражаться. О, уровень пятый. И они уже не подсвечены. Вот это огонь. Так, изумление есть. Лидер... Нет. Блин. Да как на них... Как их шокировать? Они ничему не удивляются. Ладно, на мне теперь волки. О, у меня численное превосходство. Хорошо. Ух, расставил. Короче, здесь мечник. Если его за это... За кабанят, он начнет отступать. Потому что здесь их много. Я попробую разбить вот этих вот, которые у меня в окружении. А потом переключиться на правый фланг. Так, копью я добежал. За этого. Копьё я кинул. О, а почему это он может теперь... Я только одну пробежку совершил. У него что-то изменилось? А как он смог бить? Я только одну пробежку совершил. Любопытно. Типа с прошлой игры что ли еще сохранялось? С прошлого матча? Или что? Расходовать или нет? Вот в чем вопрос. Ладно, пока не буду, наверное. Ладно, я еще заработаю. Надо расходовать, пока есть возможность. Отлично. Ой, блин, я... Да, охрененно. В битву вступил. Но с другой стороны, не так уж и плохо. Потому что он стоит рядом. Ко мне копеечки теперь привязаны. Если молотоборец на меня нападет, то... Тоже ему нужно будет это... Задеть копейщика. Волк начинает. И что-то он бьет слабее, чем меня они били. А ну-ка давай бей. А, потому что это щитовики, понятно. Волки, наверное, еще менее эффективны именно против щитовиков. Нихрена себе у них лучник, короче, дважды по мне зарядил. Это падла, вообще не прощу. Эй, тихо-тихо, молотоборец, не надо. Не надо, не надо, сухо! Сука! Все-таки вырубил, падла. Еще и кровотечение наложил. Хотела ей походить нормально, но он мне не дал. Заблочил просто эту возможность. Придется отступать. А, у нее способность, короче, она регенится на одно хп каждый ход. Да, волки, короче, ничего не могут толком. Видите, еще то, что мы ими не управляем. Очень слабо и намного слабее спутников. Но, может, они, конечно, пригодятся мне, как... Как разменная монета. Так, забрал очки. Вот здесь очень много моих. Это хорошо. Так, вот не знаю, мне использовать вот это. В принципе, да, тут сейчас многие из этих придурков побегут. Ну, или, типа, будут подбегать. Так что я вот эту способность, наверное, активирую. Пусть будет. Так. Падлы. Вот этого бы добить еще, заразу. Лучника. На тебя. Все. О. Лукарь, давай. Ой-ой-ой. Молотоборец, чертов. Тихо-тихо. Хорошо, что у него не сбросилось. Так. У меня тут скоро одного еще вырубят. О, зато этот может по двоим сразу попасть. Неплохо. Падлы, у них еще лидерское вдохновение, потому что они там по мне попали. Так, мне бы, может, вот этого... А, этот не может, да, нормально? Ну, сейчас может туда пробежаться ему, я не знаю. Молотоборца надо, да, с молотоборцем что-то делать. Блин, а если он пробежится, он вот здесь вот обратно не сможет уже. А если вот так? Так, все равно не то, по-моему, да? Так, кровотечение пока снимать не буду. Давайте немножко назад. Так, ну хоть один сдох от кровотечения. У меня, вражина. Давай, двигайся. Вот так тебе, падла. Ай. Ну, копейщик я отвожу, потому что здесь сейчас этот... Прокастер может... Ого-го, когда есть молотоборец, красава в уход. О, неплохо, понимаешь, лучник зарядил? Ой, кровотечение неплохо его... Приструнило. Есть, еще повезло, отлично. Так, у нас тут, кажется, стопалтворение... Небольшое. Так, можно тоже отступить немножечко. И вот так вот сделать. Пусть попробует шелохнуться. Да, щитовики, конечно, вяжут в бою. Прям вот вяжут, падла. Ну-ка, вот интересное я получу. Вот так вот я троих покоцаю. Ну, давай, попробуем. А еще? О! Ну, сейчас его вырубят, конечно, надо быть осторожным. А, вот у меня тут фуловый уже, фуловый подкреп. То есть я на себя его переагрию. И что, ни один даже волк не сдохнет? У меня они хотят сказать. Но подожди, еще бабушка на двое сказала. Надо осторожно. Да, видите, волки накладывают кровотечение и больше сносят, когда вражина без брони. Тут волки так встали, блин, что я теперь обычно так и атаковать не могу. О, а я тоже в одушевлении. Лучше поздно, чем никогда. Так, и копейщик теперь, твой выход. Добей его, пожалуйста. Есть. Отлично. На одного меньше. Ой, лукарь отлично работает. Ну, я подстроился под эту способность, конечно, более-менее из нее выжимаю, но я бы все равно ее не брал. Если бы у меня был выбор какой-то. Так, ну вот у нее способность, пожалуйста. Вот я нажимаю. Блин, не дай бог она сейчас сдохнет, я вообще так бомбану. Все, нормас. Вот она, видите, восстановилась. Ох, блин. Так, ну-ка давай еще одного. Добей его, Фродо. Отлично. Так, ну тут, получается, мы выстрел должны отменить и уже просто стрелять. Тут, конечно, мало урона по броне. Волк затупил, побежал на свободу. Да нет, он просто хотел, видимо, обойти, потому что у нас тут в стополтворении и пройти просто негде даже. Так, все, у них и одна падла осталась. А-а-а, бежать надо было раньше. Все уже. Отлично. Она даже не пройдет, блин. Надеюсь, она не начнет сейчас меня атаковать в бешенстве. Так, лукарь, может, добьет. Добей, а. О, спасибо тебе, 55 крит. Огонь. Самое опасное. Так, маленький гобелен. Тканное произведение изображает мороз в виде огромной птицы. Булава стражника пятого уровня и всякая хрень. Включая жрачку. Ой, да ладно. Сейчас будем микроконтролить, чтобы особо много жрачки не выкидывать. Во, нормально. Так, опять у нас какой-то с ней должен быть диалог. Возможно, животные не повышают автолевелинг. Вот в чем суть. Булава одноручная. Не, нафиг продам. Так, у меня пятый уровень. Не знаю, это же первый пятый уровень или нет. Да, походу первый пятый уровень. Ну, не считая волков. Но волки, ладно, не считаются пусть. И теперь очень важный выбор. Так, ну тут урон и критический удар повышен на 20% против бойцов с хотя бы одним штрафом. Но, видите, у меня молот не такой. Вот, это ситуационно. Пока в пределах 6 метров от бойца есть не менее двух врагов. Бойцу дается защита. Тоже ситуационно, но неплохо. В принципе, у меня молотоборец как раз и в такие ситуации ввязывается, где врагов минимум двое. На это у него способность нацелена. Вот, с другой стороны, урон повышается на 25%, если у врага есть броня. Мне кажется, это тоже крутое, потому что молотоборец часто первым. Хотя вот не всегда, я подумал. Не всегда он все-таки атакует первым. Но у него способности крутые по области. Так что, наверное, да, наверное, я все-таки вот это возьму. Это полезнее и чаще применимо. Урон на 25. Ну и, собственно, я прокачать что-то и могу. И качаю, конечно же, силу. Так, я сейчас отдохну, чтобы максимум этих очков доблести восстановить. У меня последний бой со стражниками сейчас будет. Так, опять есть возможность с ней поговорить и что она скажет. Вы отлично справляетесь с задачей. Отец будет очень рад узнать, что он может на вас рассчитывать. Я ему все расскажу. Короче, одни стражники желтеньким подсвечены, а другие белым. Может быть, белым с ними попроще справиться? Типа авторасчет автобаланса. Начнем. Я вместо того, чтобы другим навязывать бой, стараюсь атаковать одного, фокусить его, чтобы сразу у них на одного ходака меньше было. Белого ходака. Бей. Красных пока не побелеют, бей белых пока не покраснеют. Ну, недаром мне опытный игрок, который еще на закрытых бета-тестах играл, куда даже меня не приглашали, потому что там снимать нельзя, выкладывать было. Ну, это во многих играх перед, допустим, проводить какие-то закрытые бета-тесты, и ты, когда там присутствуешь, то подписываешь о неразглашении, типа, тебе нельзя там ничего снимать, выкладывать, рассказывать нельзя и так далее. Если на ютубе выложишь, там страйки или там удалят, типа того. И вот он говорил, что вот этот квест, да, он очень неприятный, и сейчас он плохо проработан, то есть, что ее дают, нельзя ее бросить, и она мешается в отряде, получается. И с другой стороны, чтобы с ними справиться из-за авто-левелинга, это очень тяжко сделать, с этими стражниками, это здесь, типа, самые неудобные челы. Блин, я даже копье метнуть не могу из-за волчарой. Волчарой не могу метнуть копье. Блин, я и стрельнуть не могу из-за волчары, вот зараза. Ну, ладно, тогда не буду метать, наверное. Ну, хоть выстрелил. Так, волчару надо спасать. Возможно, действительно, авто-левелинг на них не распространяется. Если так, то это очень круто. Так, ну-ка, по всем четверым. Пробежался, неплохо. Неплохо, мистер Андерсон, а теперь отступим, пожалуй. Малый. Так. Либо прикончить эту падлу. Еще одного молотоборца. Отлично. Ох ты, как они тут хорошо встали. Супер просто. Ой, я могу через одного ударить. Ну-ка, интересно, что будет. Ничего. Ну, чтобы волчару спасти, я тут тоже начну ввязываться. Там, наверное, потом сделают какую-то продажу рабов или что-то типа того подпольное. Потому что здесь очень много этих пленников ты набираешь. Огонь. Так, хотя у меня есть идея получше. Вот сюда вот встать. Супер. Так, отлично. Вот этот с этим придурком разобрался. Сейчас с этим. Тут тоже я волка спас. Чтобы они волка не добили. Сейчас супер ювелирный бросок. Красота. Причем оглушить я не могу этого придурка. Ну, ладно. Так. На. Ну, что, Септелла. Время прощаться. Фюх. Вы достигли пятого пути силы и мощь. Новая миссия. Опа. Двуручный молот. Наносит врагам в области 65 силы. Накладывайте кровотечение, если их броня получила урон. В конце ход теряет 20%. Теперь, по ходу, будет стакаться с кровотечением. Надеюсь. Да. 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 Так. А это только четвертого левела у меня достиг. Секирщик. Так что, пускай силу подкачает. Ну, что, молотоборцы мы. Хотя, причем, вот эта вот, которая выпала, она показывает дешевле стоит, чем та, что есть. Наносит всем бойцам в области 20 урона. Урон повышен на 50%, если боец сражается. Не, фигня какая-то, кстати. Реально, вот эта вот у меня теперь будет стакаться с этим молотом. Хоть он стоит дешевле, чем мой. Но я пока свой оставлю, тоже убирать его не буду. О! Кстати, какая-то супер броня у меня новая. Правда, она без этих ячеек. Вот этому. Вот это и заменю. Отлично. 45 броня, а брону 16. Нет, свою я тоже продам. То есть, если боец сражается, то есть, мне надо подбежать сзади к тем, кто уже сражается. Не, это бредятина. Да, так что этот молот я продам. Так, ну и поскольку мне все равно идти в Мархе, мне закуплю вот эту фигню, чтобы ее там продать. Блин. Сколько мне жрачки пришлось выкинуть. Лейтенант сообщил вам, что готов к переговорам. Встретитесь с ним в поле к западу от Шторм Капа. Так, а если с Септелой поговорить, что она скажет? Проклятие, да если бы мои прошлые ребята были же так же хороши. Лейтенант ни с кем бы меня не спутал. Кстати, уверена, он уже скоро здесь будет. А пока нам стоит передохнуть. Привезти Септелу на встречу с лейтенантом Перо. Хочу поблагодарить спонсоров канала. Мак Д.Р. Дмитрий Руперт. Мистер Тат. Дмитра. Михаил Антонов. И остальные. Спасибо огромное за поддержку. Ну, видимо, вот это стрелка. Лейтенант Перо. Провинцы и больше никогда не забыл мое имя. Септелла. Септелла. Так ты теперь вспомнил, да? Я дочь барона. Мне не нравится, когда меня швыряют в тюрьму. И уж тем более мне отвратительно, когда меня принимают за простую разбойницу. Ты и твои люди должны умереть, чтобы те, кто будет охотиться на меня следующими, не совершили ту же ошибку. Охереть. Да она вообще... Ты что, гонишь, что ли? Справимся ли мы с ними или нет, вы узнаете уже в следующей части прохождения. Лайки, подписки, комменты. Благодарю за внимание. Спасибо за внимание.